Здравствуйте, друзья! 2 февраля отмечается окончание крупнейшего сражения Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 победой Красной армии. После поражения под Москвой Гитлер решил сменить направление главного удара. Фашисты перебросили с запада на восток более 50 дивизий, мобилизовали свои резервы и сумели создать на Сталинградском направлении значительный перевес сил. Почему было выбрано именно это направление? Припасенные гитлеровцами запасы нефти и бензина истощились. В распоряжении фашистов находились нефтяные запасы Румынии, но везти оттуда горючее было далеко, да и не все эшелоны доходили до места назначения. Их бомбили советские самолеты, взрывали партизаны. Захватив Северный Кавказ, фашисты оставили бы наши танки, самолеты и автомашины без горючего. В ловушке бы оказался Черноморский флот. Но прежде они хотели покончить со Сталинградом, перерезать путь, соединяющий центральные районы СССР с Каспийской нефти. Падение Волжского города означало бы новую угрозу Москве, на этот раз с юга. Гитлер и все генералы были уверены в быстром захвате Сталинграда. Все, что было связано с этой операцией, хранилось в глубокой тайне. Даже само название операции несколько раз менялось. Летнее наступление 1942 года получило кодовое название «Синий вариант». Так, казалось бы, безупречно готовилось то, что через полгода сам враг назвал Сталинградской катастрофой. Удар был сильнейший. Первый же день операции оба советских фронта были прорваны. Враги устремились к Дону. По плану они должны были захватить Воронеж. Но уже на этом этапе началась пробуксовка. Заняв часть города на правом берегу, вражеские войска не смогли продвинуться дальше. Левый берег оставался за нашими войсками, и выбить их оттуда фашисты не смогли. В середине июля в составе 6-й армии, которой командовал один из лучших немецких генералов Фридрих Паулюс, было 14 дивизий, около 270 тысяч человек, 3000 орудий и минометов, около 500 танков, 1200 самолетов. И эта армия наступала на Сталинград. Всю вторую половину июля и август на Сталинградском направлении шли озасточенные бои. Гитлеру пришлось усилить 6-ю армию. Враг прорвался к Волге севернее Сталинграда 23 августа. Волна за волной налетали на Сталинград фашистские самолеты. Зарево горящих зданий было видно за десятки километров. Сталинград подвергся первой массированной воздушной бомбардировке, которая буквально смешала его с землей. Четвертый воздушный флот Люфтваффе обрушился на город всей своей мощью и за полдня уничтожил более половины жилого фонда. После тяжелых фугасных бомб, сносивших каркасы домов до основания, в дело пошли зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. Огромный огненный вихрь опустошил центральные районы и перекинулся на окраины. Процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовыми построек и печными трубами. Погибло более 40 тысяч человек. Казалось, что утонувший в огне и дыму город больше не сможет сопротивляться. Но бомбардировки 23 августа стали лишь началом героической обороны Сталинграда советскими войсками, продолжавшейся более полугода. За один день противник совершил более 2 тысяч вылетов. Самолеты шли группами по 30-40 машин. Город был вытянут вдоль Волги на многие километры, и бомбардировщики успели сделать по нескольку вылетов в день. Всего на Сталинград было обрушено более 3 миллионов бомб, мин и снарядов. Среди развалин оборону держали бойцы 62-й армии генерал-майора Чуйкова и 64-й армии генерал-майора Шумилова. Стояли насмерть. Лондонское радио в те дни передавало. За 27 дней была завоевана Польша. А в Сталинграде за 29 дней немцы взяли несколько домов. За 38 дней пала Франция. А в Сталинграде за это время фашисты продвинулись с одной улицы на другую. Несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии, сумевших сбить 120 фашистских самолетов, город был превращен в руины. Горели не только здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с нефтью. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытие. Пожары тушить было невозможно, потому что водопровод был выведен из строя. Город был превращен в руины. Среди развалин оборону держали бойцы 62-й армии генерал-майора Василия Ивановича Чуйкова, героя Советского Союза. Будущий герой Сталинградской битвы появился на свет 12 февраля 1900 года в селе Серебряные пруды Тульской губернии в многодетной крестьянской семье. Начальное образование получил в сельской церковно-приходской школе. В возрасте 12 лет покинул родное село и отправился на заработки в Петроград. Работал в мастерской, там выучился на слесаря. В сентябре 1917 года в связи с разрухой и отсутствием спроса на продукцию мастерская закрылась. Оставшись без работы, юный Чуйков переехал в Кронштадт и там был принят юнгой в учебно-минный отряд, где уже служил его старший брат. В апреле 1918 года поступил на первые московские военно-инструкторские курсы, а уже осенью вместе с другими курсантами был временно направлен на Южный фронт в первую особую украинскую бригаду, где был назначен помощником командира роты. За инициативу, проявленную в одном из боев, стал ее командир. Затем, в начале 1919 года отправился на Восточный фронт помощником командира полка, а весной 1919 года стал его командиром. Во время сражений был несколько ранен и по окончанию Гражданской войны в 1920 году за боевые сослуги получил орден Красного Знамени. В 1925 году Василий получил военное образование на факультете военной академии имени Фрунзе и был награжден вторым по счету орденом Красного Знамени. Закончив академию, в качестве военного советника находился в Китае. По возвращению в СССР Чуйков работал начальником отдела в штабе Дальневосточной армии. Затем командовал курсами усовершенствования начальствующего состава армии по разведке. В 1939 году Василий Иванович со своей армией участвует в польском походе, а с декабря временно командует 9-й армией во время Советско-финской войны. За финскую кампанию получил орден Красной Звезды. В конце 1940 года он вновь отправился в Китай, где состоял военным советником. В феврале 1942 года Чуйков вернулся в СССР и был направлен в Тулу заместителем командира резервной армии, позже переименованную в 64-ю армию. В июле 1942 года она была направлена на Сталинградский фронт в район реки Дон. В сентябре 1942 года, когда немцы вышли к Волге, военным советом фронта Чуйков был назначен командующим, окруженной врагом 62-й армии. Началась героическая оборона Сталинграда, которая длилась полгода. Поскольку численностью, военным оснащением и степенью взаимодействия между частями немецкие войска значительно превосходили советские, Чуйкову пришлось вводить новые методы и тактику городских боев. Одна из них – тактика ближнего боя, когда передний край обороны максимально приближается к противнику, вынуждая его отказаться от использования авиации. Еще одним нововведением Чуйкова стало создание штурмовых групп численностью 1-2 взвода, в которых имелись пара орудий и группа саперов. Такие группы показали высокую эффективность в условиях городской войны. Постоянно, контратакуя опорные пункты противника, они не давали ему закрепиться на переднем рубеже. Также тактически верным оказалось решение военного совета фронта, которое прислушалось к мнению Чуйкова не переправлять тяжелую дивизионную артиллерию на правый берег Волги. Поскольку в городе отсутствует механическая и конная тяга, в связи с невозможностью маневра она очень быстро может быть уничтоженной. В начале 1943 года за Сталинградскую эпопею 62-я армия стала называться 8-й гвардейской армией, а ее командующий получил орден Суворова 1-й степени. Далее в составе Южного и Юго-Западного фронтов его армия освобождала Украину. В октябре 1943 года Чуйков получил свой первый орден Ленина и звание генерал-полковника, а в марте 1944 ему присвоено звание Героя Советского Союза. Летом 1944 года 8-я гвардейская армия влилась в состав 1-го Белорусского фронта и участвовала в операции «Пагратион». На последнем этапе войны Чуйков со своей армией участвовал в штурме Берлина, а незадолго до его начала, 6 апреля 1945 года, он получил свою вторую золотую звезду Героя. Во время городских боев в немецкой столице опыт Сталинграда оказался неоценим. Недаром Чуйкову дали прозвище «генерал Штурм». 2 мая 1945 года комендант Берлина Вейдлинг на командном пункте Чуйкова подписал акт о капитуляции. Василий Иванович Чуйков закончился земной путь 18 марта 1982 года и, согласно его завещания, похоронен в братской могиле на Мамаевом кургане в Волгограде у подножия монумента «Родина-мать». Во многих городах бывшего Советского Союза есть улицы и школы, названные в его честь. В 1990 году в Волгограде на улице, носящей имя Чуйкова, на том месте, где располагался штаб 62-й армии, ему был открыт памятник в виде бронзовой полуфигуры на постаменте. Автор памятника – его сын, скульптор Александр Чуйков. А в 2012 году была учреждена памятная медаль МЧС Василий Чуйков. Город держал поединок. Поединок с врагом держал и снайпер, старший сержант Василий Зайцев. Василий Григорьевич прибыл на Сталинградский фронт в сентябре 1942 года. Будущий герой Советского Союза Василий Зайцев родился 23 марта 1915 года в Оренбургской губернии. Снайпер 62-й армии Сталинградского фронта, герой Советского Союза. Во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 года уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 снайперов. К лету 1942 года старшина первой статьи Зайцев подал 5 рапортов с просьбой направить его на фронт. И, наконец, командир удовлетворил его просьбу, и Зайцев уехал в действующую армию, где был зачислен в 284-ю стрелковую дивизию. Сентябрской ночью 1942 года вместе с другими тихоокеанцами Зайцев после короткой подготовки к боям в городских условиях переправился через Волгу и принял участие в боях за Сталинград. В историю вошли его слова. Для нас, бойцов и командиров 62-й армии за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять насмерть. Уже в первых схватках с врагом Зайцев показал себя незаурядным стрелком. Однажды он с расстояния 800 метров из окна, стреляя из обычной трехлинейной винтовки, уничтожил трех солдат противника. В награду получил денежную премию, снайперскую винтовку с оптическим прицелом и медаль за отвагу. К тому времени из простой трехлинейки Зайцев убил 32 солдат противника. Вскоре о нем заговорили в полку, в дивизии и армии. В Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу. Острота зрения, чуткий слух, выдержка, хладнокровие, выносливость, военная хитрость. Он умел выбирать лучшие позиции, маскировать их. Обычно скрывался от вражеских солдат там, где они не могли предполагать советского снайпера. Прославленный снайпер бил врага беспощадно. Только в период с 10 ноября по 17 декабря уничтожил 225 солдат и офицеров противника. А его товарищей по оружию в 62-й армии 6 тысяч. Особенно прославил Зайцево снайперский поединок с немецким суперснайпером, которого сам Зайцев в своих воспоминаниях называет майором Кёнигом, присланным в Сталинград со специальным заданием борьбы с советскими снайперами. Причем первоочередной задачей имел приказ уничтожить Зайцева. Зайцев же, в свою очередь, получил задание уничтожить Кёнига. О последовавшем затем поединке Василий Григорьевич написал «Было понятно, что перед нами действует опытный снайпер, поэтому решили его заинтриговать. Но первую половину дня необходимо было переждать, потому что блеск оптики мог нас выдать. После обеда наши винтовки были уже в тени, а на позиции фашиста упали прямые лучи солнца. Из-под листа что-то заблестело. Снайперский прицел. Меткий выстрел. Снайпер упал. Как только стемнело, наши пошли в наступление, и в разгар боя мы из-под железного листа вытащили убитого фашистского майора. Взяли его документы и доставили их командиру дивизии». В отличие от всех стандартных, как немецких, так и советских винтовок того времени, у которых увеличение прицела было лишь в 3-4 раза, так как с большим увеличением могли работать лишь виртуозы, прицел на винтовке начальника берлинской школы имел увеличение в 10 раз. Именно это говорит об уровне противника, с которым пришлось столкнуться – Василию Зайцеву. В январе 1943 года, выполняя приказ командира дивизии о срыве немецкой атаки на правофланговый полк силами снайперской группы Зайцева, которой на тот момент было лишь 13 человек, взрывом мины Зайцев был тяжело ранен и ослеп. Его самолетом доставили в Москву, и лишь 10 февраля 1943 года, после нескольких операций, сделанных там профессором Филатовым, к нему вернулось зрение. Всю войну Василий Зайцев служил в армии, возглавлял школу снайперов, командовал минометным взводом, затем был командиром роты. На его счету 242 уничтоженных солдата и офицера противника. Он участвовал в освобождении Донбасса, в битве за Днепр, сражался под Одессой и на Днестре. В мае 1945 года капитан Василий Зайцев встретил в Киеве, снова в госпитале. В военные годы он написал два учебника для снайперов, а также разработал применяемый до сих пор прием снайперской охоты шестерками, когда одну и ту же зону боя перекрывают огнем три пары снайперов, стрелки и наблюдатели. После окончания войны демобилизовался и поселился в Киеве. Скончался 15 декабря 1991 года. Был похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище, хотя его завещанием было быть похороненным в Сталинградской земле, которую он защищал. 31 января 2006 года прах Василия Григорьевича Зайцева был торжественно со всеми воинскими почестями перезахоронен в Волгограде на Мамаевом кургане. Имя Василия Зайцева носит пароход, курсировавший под Днепром, а его винтовка по сей день хранится в Музее обороны Сталинграда. В январе 1943 года советские войска, окружив под Сталинградом армию противника, вели ожесточенные бои. Битва не затихала ни днем, ни ночью. Здесь, на Волге, мужественно сражалось немало наших земляков. Один из них – Петр Михайлович Норицын. Экипаж тяжелого танка КВ, где командиром орудия был Петр Норицын, участвовал в уничтожении окруженной вражеской группировки. КВ-1 – советский тяжелый танк времен Великой Отечественной войны. Обычно называется просто КВ. Танк создавался под этим именем и лишь позже, после появления танка КВ-2, КВ-1 образца ретроспективно получил цифровой индекс. Упускался с августа 1939 года по август 1942 года. Принимал участие в войне с Финляндией и Великой Отечественной войне. Аббревиатура КВ означает «Клим Ворошилов». Наш земляк Петр Михайлович Норицын – советский танкист, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Звание присвоено посмертным. С 1926 года служил в милиции города Устюжно-Вологодской области, начальником. Затем работал заведующим мастерской по изготовлению детских игрушек в Архангельске. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от пехотинца до командира орудия танка КВ-344-го танкового батальона. Младший сержант. В составе экипажа отличился 25 января 1943 года на завершающем этапе Сталинградской битвы в ходе боев за немецкий аэродром. Родился будущий герой 21 декабря 1903 года в деревне Митино-Вологодской области в крестьянской семье. Здесь прошли его детство и юность. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Первое боевое крещение получил в боях под Тихвином в ходе Тихвинской наступательной операции. Был ранен в ноги. Около четырех месяцев лечился на Урале в госпитале в Перми. После выздоровления выучился на танкиста и в декабре 1942 года в составе танковой части отбыл под Сталинград. Петр Норицын принял участие в боях завершающего этапа Сталинградской битвы. 13-14 января 1943 года в составе экипажа уничтожил два танка противника, артиллерийскую батарею, четыре миномета, пять пулеметов, семь дзотов, пять автомашин, а также до 120 солдат и офицеров противника. Своими успешными действиями в составе танкового экипажа обеспечил продвижение стрелковых подразделений вперед, содействовал освобождению деревни Новоалексеевка, а в целом окружению и уничтожению окруженной под Сталинградом группировки немецких войск. Участник пяти танковых атак. За этот эпизод награжден медалью «За отвагу». Особенно тяжелым для танкистов был бой за овладение балкой «Безымянной» и населенным пунктом «Новая надежда». Снабжение окруженных немецких войск в Сталинграде осуществлялось через последний оставшийся аэродром. Для перекрытия этого канала снабжения генерал-лейтенант Рокоссовский вел в бой 91-ю отдельную танковую бригаду полковника Якубовского. При подготовке атаки на аэродром танкистам 344-го танкового батальона было приказано овладеть высотой «Безымянная» и хутором «Новая надежда», лежавшими на подступах к немецкому аэродрому «Питомник». 21 января 1943 года за пять часов беспрерывного боя экипажем тяжелого танка КВ лейтенанта Наумова было уничтожено пять вражеских танков, 24 автомашины с пехотой, 19 пушек и минометов, 15 пулеметных точек противника, 5 зотов и истреблено до сотни солдат и офицеров. Затем у хутора «Новая надежда» под Сталинградом танк был подбит и окружен врагами. Несмотря ни на что, экипаж продолжал неравную битву. Танкисты отстреливались до последнего патрона. Но кончились боеприпасы. Замолкла пушка. Стихли пулеметы. На предложение сдаться танкисты ответили, «Мы русские и фашистам в плен не сдаемся, пока будем живы». Тогда немцы облили танк бензином и подожгли. Танкисты, погибая, пели «Интернационал». Весь экипаж погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР 23 сентября 1943 года младшему сержанту Петру Норицыну посмертно призвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен танкист на месте гибели. Рядом с хутором «Новая надежда» Волгоградской области. Над могилой танкистов установлен каменный монумент в исполнении скульптора Голованова, который запечатлел последние минуты героев-танкистов. На памятнике есть надпись «Великие подвиги Ваши бессмертны». Слава о Вас переживет века. Имя героя выбито и на одной из плит памятника ансамбля в городе Героя Волгограде и на монументе славы в городе Великий Устюг. Навечно зачислен в списке воинской части. В Архангельске один из проездов площади Мира и Вечному Огню получил имя Норицына. А на доме номер 60 установлена мемориальная доска. Есть улица танкистов на третьем лесозаводе. В Сталинграде шли бои за каждую улицу, за каждый дом. Одним из опорных пунктов стал легендарный дом Павлова. Его торцевая стена выходила на площадь имени 9 января, впоследствии площадь Ленина. Дом занимал важное место в системе обороны гвардейцев Радимцева на подступах к Волге. Он представлял собой четырехэтажное кирпичное здание. Однако у него было очень важное тактическое преимущество. Оттуда контролировалась вся окружающая местность. Можно было наблюдать и обстреливать занятую к тому времени противникам часть города. Но главное, отсюда просматривались пути возможного прорыва немцев к Волге, а до нее было рукой подать. Напряженные бои здесь продолжались более двух месяцев. 58 дней и ночей держал оборону гарнизон дома. Данные о количестве защитников колеблются от 24 до 31. Дом Павлова обороняли военнослужащие разных национальностей. Русские, украинцы, евреи, узбеки, грузины, таджики, казахи. Кроме этого, в подвалах находились более 30 человек гражданских лиц. Несмотря ни на что, жизнь продолжалась. А судьба этой женщины могла бы войти в учебники энциклопедии. Но, увы, имени Зинаиды Петровны Селезневой вы там не найдете. А без нее история обороны дома Павлова остается неполной. В этом легендарном доме 11 июля 1942 года родилась девочка Зина. Вместо пеленок ее заворачивали в солдатские портянки. Переправить маму с малышкой за Волгу долго не удавалось. Дом находился под круглосуточным плотным огнем. Девочка с мамой и еще несколькими женщинами жила в подвале почти до конца октября. Самым юным защитником Сталинграда, награжденным боевой наградой, стал 6-летний Сережа Алешков. Воспитанник 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии. Участник Великой Отечественной войны. Сын полка принимал участие в Сталинградской битве. Полковая разведка обнаружила Сережу в августе 1942 года во время боев на Козельском направлении. Он был чрезвычайно изможден, худ, от укусов комаров весь коросток. Уже не мог ни говорить, ни стоять на твоих тонюсеньких ножках. Сколько провел времени в лесу, не помнил. Так его и принесли в блиндаж. На вопрос о фамилии сказал «Алешкины мы». Когда осенью 1941 года область была занята гитлеровцами, деревня стала базой партизанского отряда, а ее жители – партизанами. В том числе и мать Сережи, его старший брат, 10 лет Петя, которые на одном из заданий были схвачены гитлеровцами. После пыток мать и брата Сережи казнили. А на Сережу, по рассказам очевидцев, пулю пожалели. После этого в лесу его и обнаружила полковая разведка. 18 ноября 1942 года Сережа вместе с солдатами одной роты попал под минометный обстрел. Спас командира. Под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании заваленного блиндажа с командиром полка и несколькими офицерами. Поскольку мины, был ранен в ногу и попал в госпиталь. После лечения вернулся в полк. Солдаты устроили по этому поводу честное время. Перед строем был зачитан приказ о награждении Сережи медалью за боевые заслуги. Через два года его отправили учиться в Тульское Суворовское военное училище. На каникулы как к родному отцу он приезжал к Михаилу Даниловичу Воробьеву, бывшему командиру полка. Выучился на юриста в Харькове, а потом уехал жить и работать в Челябинск. В Волгограде есть необычный памятник, который посвящен не людям, защитникам Сталинграда, а животным. 28 мая 2011 года на площади Чекистов был открыт единственный в России памятник собакам-подрывникам, оборонявшим Сталинград в годы Великой Отечественной войны. На собаке закреплена сумка с тротилом и взрывателем, как это было во время войны. По замыслу авторов композиции, это собирательный образ преданного друга человека и настоящего бойца. Верный друг запечатлен в бронзе в натуральную величину, с тем снаряжением, с которым эти самоотверженные бойцы уходили в бой и, к сожалению, не возвращались. Жертвуя собой, они спасали других, сотни, если не тысячи красноармейцев. Это памятник четвероногим друзьям человека, солдатам, которые никогда не представлялись к награждению орденами и медалями со своей подвиги, но которые и по сегодняшний день продолжают нести нелегкую службу. Только за первые месяцы Сталинградской битвы собаки уничтожили свыше 20 немецких танков. К исходу сражения на Волге эта цифра возросла до 180 единиц. Но Сталинград защищали не только собаки. Свою службу унесли кони, на которых шли в бой кавалерийские части. Во время Сталинградской битвы казаки ходили в бой, прикрывая наши танковые части, охраняя их с флангов и тыла. Кроме этого, под Сталинградом действовала особая верблюжья рота. Верблюды использовались в качестве тягловой силы, перевозили артиллерийские орудия и продовольствие. Особенно отличился верблюд Яшка, который дошел от Сталинграда до Берлина. Вот что про него рассказывают. Во время тяжелейших боев под Сталинградом в Астрахани формировалась 28-я резервная армия, укомплектованная пушками. Командование решило привлечь в качестве тягловой силы верблюдов. Верблюды славились выносливостью, поэтому вместо трех пар коней, полагающихся для перевозки пушек, запрягали две пары верблюдов. После окружения фашистов в Сталинграде наша резервная армия получила приказ двигаться в направлении Ростова. Можно только удивляться, каким образом удалось по распутице через Сальские степи пройти столько километров. Войска наткнулись на танковую группировку, которая после неудачной попытки прорвать кольцо окружения вокруг Сталинграда отступала в направлении Ростова. 771-й артиллерийский полк держал оборону у реки Маныч. Бой был коротким, но очень кровавым. На поле боя полегло 90% верблюдов-тягачей. По воспоминаниям фронтовиков, солдатам удалось укрыться в окопах, а массивные животные стали живой мишенью для немцев. Верблюды падали под выстрелами и жалобно кричали. Не помог исток сена, у которого астраханец Иван Коротков спрятал своих верблюдов. Так он ласково называл их Володьки. После боя фашисты бродили по полю битвы между телами людей и животных. Раненых и отставших от полка животных отстреливали. Участвовал в этом бою и верблюд Яшка. Во время боя бойцы увидели его и его подругу Машку на открытой местности. Солдаты вывели их из опасной зоны и поместили в подвал. Правда, для этого пришлось расширить вход по высоте и почти насильно затаскивать их внутрь. Мишка и Машка остались живы. Весной 1945 года часть артиллеристов участвовала в сражениях за Берлин. С ними был и верблюд Яшка. Назвали животное по месту его рождения. Он поступил на службу из калмыцкого села Яшкуль. Он из тех немногих, кто дошел до заветной цели. А ведь отправлялось из Астрахани 350 животных. Грудь Яшки была увешана орденами немецких генералов. Советские солдаты с гордостью сказали, что этому верблюду за героизм нужен настоящий орден, а не фашистские побрякушки. И водрузили на спину животного заслуженный плакат с надписью «Астрахан, Берлин». По воспоминаниям ветеранов, после войны дошедших до Берлина верблюдов перевезли в один из московских зоопарков, где они доживали свои последние годы. В Ахтубинске есть памятник верблюдам. Но самая удивительная история, связанная с обороной Сталинграда, не про лошадей, собак и верблюдов, а про обычную кошку-мурку. Всем известно, что кошки почти не поддаются дрессировке. Даже известный дрессировщик Юрий Куклачев не дрессирует их, а использует уже имеющиеся привычки. Так вот, мурка прославилась тем, что верно несла службу связистки. Кошка-мурка – одна из тысяч скромных и незаметных героев Сталинграда. Во время ожесточенных уличных боев оказаться на открытом пространстве было практически равно самоубийству. Перед отрядом, посланным с целью устанавливать местоположение немецких батарей, стала проблема – как доставлять в штаб свои донесения. И тут им на помощь пришла мурка. Эта грациозная бродячая кошка быстро и аккуратно относила записки и возвращалась обратно, позволяя своим товарищам-людям не рисковать лишний раз жизнями. Ее вклад в борьбу с врагом был высоко оценен британской газетой «Таймс», публиковавшей эту фотографию. Она показала себя достойным защитником Сталинграда, и нельзя не дать высшую оценку таким деяниям, будь то кошка или человек. Сталинградская битва завершилась победой Красной Армии 2 февраля 1943 года. Медалью за оборону Сталинграда награждались все участники обороны Сталинграда, военнослужащие Красной Армии, военно-морского флота и войск НКВД, а также лица гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Мамаев курган – возвышенность на правом берегу Волги в центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январем 1943 года. Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь памятником ансамблям, героям Сталинградской битвы с главным монументом «Родина-мать зовет». На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится прах более 35 тысяч защитников Сталинграда. От площади скорбий начинается подъем на вершину кургана, к основанию монумента «Родина-мать зовет». Вдоль серпантина в холме перезахоронены останки 34 тысяч воинов-защитников Сталинграда, а также 37 гранитных надгробий героев Советского Союза, участников Сталинградской битвы. Скульптура «Родина-мать зовет» является композиционным центром всего ансамбля. Это женщина, держащая в руке меч, которая стоит в позе призыва к борьбе. Высота статуи 85 метров вместе с мечом и 52 без меча. Памятник сделан из железобетона и металлических конструкций. Внутри расположено 99 стальных канатов, стягивающих конструкцию от подножия кургана до его вершины насчитывается 200 по числу дней Сталинградской битвы гранитных ступеней высотой 15 сантиметров и шириной 35 метров. На Мамаевом кургане ежедневно несет службу почетный караул роты почетного караула 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа. Сталинград, ныне Волгоград, носит почетное звание «Город-герой». Спасибо за внимание!